При любых А, Б и С сумма Кауфмана выдерживает преобразование В. Я напомню, что их было лишнее. К сожалению, не при любых. То есть сейчас мы должны посмотреть, что же происходит с суммой Кауфмана. На самом деле, надо по-ручски посмотреть три преобразования. Но в таком странном порядке. Сначала надо посмотреть второе. Потому что в нефтам все равно проще всего остального. И после того, как мы посмотрим, что происходит при преобразовании Амега-2, остальное станет намного тоненьше. Представьте себе, что у вас есть какой-то русел. И есть там пересечения. Вот такая вот. Только еще, кроме этого пересечения, там нарисовано, ну, значит, я не хочу рисовать все остальное. И давайте я сделаю так. Я вот рисую такой кружочек, из которого выходит эти мнения. В знак того, что на самом деле, вот там дальше, может быть там миллионы, миллиарды, все что угодно этих пересечений. Представьте себе, что мы вычисляем сумму кауфа. Давайте посмотрим, какие вообще по нашему ауке есть варианты. На самом деле вариантов ровно два. Я должен написать либо уху А, либо уху Б. Согласны? Отлично. Давайте рисую. Вот этот самый наш кружочек. Здесь вот он так идет. Здесь вот он так идет. Отлично. Я теперь должен опять вспоминать, что же такое А и что же такое Б. По-моему, А это вот так. А Б так. Это проверять. Ну, я не права. Да. Это когда я иду сверху до зоны А, старта, оставаться справа. Хорошо. Так что же у нас будет? Когда А стоит вот так, на самом деле это то же самое, что у нас шла вот так вот. Когда Б стоит вот так, то это то же самое, что шла вот так. Заметим, здесь будет некоторая сумма Каутмана. И здесь будет некоторая сумма Каутмана. И таким образом я должен получить следующую форму. Сумма Каутмана для такого узла, давайте мы ее будем обозначать следующим образом. как Каутмана от такого кружочка. Это есть. Смотрите, что это такое. Это А умножить на Каутмана от вот такого кружочка плюс Б умножить на сумму Каутмана от кружочка вот такого. Это, кстати, главная формула. Она крайне простая, но все остальное будет основано на самом деле только на ней. Если в некоторой точке вы проводите плотину, то она либо А, либо В, и значит, в одном случае будет вот так, в другом случае будет вот так. Согласитесь, что наука пока что очень нехитрая. Теперь пора перейти к проверке варианта степень реобразования на мегафон. А квадрат В плюс АВ квадрат С начинается наше главное отчисление. Оно очень простое. Представьте себе, что у нас есть узел, и в этом узле есть вот такая же на самом деле будет 4 картинки. Чтобы посчитать сумму Каутмана, на самом деле я сейчас сумму Каутмана это есть вот что такое. на самом деле можно нарисовать 4 картинки. Так, давайте повторяйте по этой форме. Зря бы ее вычисляли, что ли. У меня превращается в кружок. Вот он идет снизу, потом он, поскольку А, например, так, поворачивается сюда, идет вниз, а то превращается вот в это. Хорошо. Дальше следующая штука. Дальше следующая штука. Если В, то это надо резать вот так. Вот. Это будет тот же самый наш кружок, только здесь она входит, потом она идет под, а здесь она идет над, и потом туда уходит. Вот так. Я сделал, к сожалению, не всю работу, а только первую половину. Потому что сейчас можно сделать то же самое, разрез здесь и разрез здесь и написать, что же здесь получится. Когда я здесь иду сверху, то А должно быть справа. Соответственно, А это вот такое призрание. То есть, она входит и идет сюда, и сверху идет вот так. плюс. супа калф на ответ добавляем. Плюс. Так, ребята, недолго осталось, потому что действительно, вот как только отпечатление закончится, мы фактически уже все получим. итак, Б. Б это когда режешь вот таким образом. Это когда режешь вот так. Соответственно, здесь получается так. Дальше вот этот вот кружочек. И дальше сюда. Так, вот даже статичное можете получить. Вот. Хорошо. Это я написал первую половинку. И теперь нужно точно так же обработать вот эту штуку. Итак, плюс Б. Отчего? Когда я иду так, А, это значит будет вот такой разрез. А, это будет такой разрез. Б, это разрез вот такой. Б умножить на сумму кауфмана от, вот так режешь, от вот такой и уж равен на грампу. Сейчас. Дальше. Когда вот сделаешь так, то разрез А делается положительным. А разрез В делается на грампу. Я вроде прав. Теперь давайте поймем, собственно говоря, что же произошло. Во-первых, чему должно было равняться вот это выражение для того, чтобы при нашей обеде 2 все было хорошо. Очень просто. Мы хотим, давайте я поможем, По-моему, оно здесь вообще в одном месте. Вот здесь. Значит, если я хочу, чтобы при преобразовании омега 2 сумма кауфмана не менялась, то я обязан потребовать, чтобы А умножить на Б равнялся к единице. Господа, это действительно что называется так, я не считался. Действительно А умножить на Б должно равняться к единице. Вот это. И в таком случае вот эта штука в точности соответствует этому с теперь давайте посмотрим на оставшиеся штуки. Они на самом деле похожи за исключением одного. Здесь есть вот эта окружность. Заметьте, она ничего не пересекает. Но если окружность ничего не пересекает, то какой вклад она дает в сумму кауфмана? Помните там как выражение умножения на с? Умножения на с? Значит я могу ее убрать, но вместо этого поставить умножить с. И вот после этого коэффициент при этом выражении плюс коэффициент при этом плюс при этом вместе должны дать 0. Отлично. Пишу. Здесь А в квадрате А в квадрате понятно вот это дальше А умножить на Б единица может и еще умножить на С и С то есть плюс С дальше плюс Б в момент с этого момента у нас больше букв Б и С в качестве самостоятельно не будет. То есть что такое Б? Это просто на патронах это А мус первая В. Что такое С? Это минус А в квадрате минус единица деленная на А квадрате В. А Б и С удовлетворяет вот этим соотношениям проще говоря если Б это одна А А Ц как это А Скажите пожалуйста а куда делась единица из третьего слагания Казалось что там не единица Это та самая главная единица которая обеспечивает мечту Мы хотели чтобы наше выражение не менялось Нам нужно чтобы это возникло возникает с каким-то коэффициентом значит если не единица то у нас все равно порушится Единственный способ это чтобы А умножить В ну и так как ни странно сейчас может выясниться что при таких А при Ц номер 3 тоже Это удивительно Оказывается что вообще никаких новых соотношений не однокласс поскольку это не более чем создание картинок Давайте я это сейчас пока сделать не буду в принципе это вы и сами делаете но это не главное сейчас там не будет ничего нового а я обсужу гораздо более важный что происходит при преобразовании омега-1 не 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 Продолжение следует...